Здравствуйте! Безопасность детей. Что нужно сделать взрослым, чтобы предотвратить несчастные случаи и трагедии? Какие опасности подстерегают нас в весенний период? Об этом говорим в нашей студии начальника отдела по делам несовершеннолетних средневолжского линейного управления МВД Российской Федерации на транспорте Алла Нечесова. Алла Алибертовна, здравствуйте! 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 Скажите, пожалуйста, что же нас подстерегает в этот период весенний и какие последние случаи, о которых вы, может быть, хотели бы нам рассказать? Я хочу сказать, что не просто так мы сегодня пришли. Буквально 20 минут назад мы вернулись с участка обслуживания. На платформе Толевой поступил звонок от сознательного гражданина. Честное слово, без пафоса, хочу сказать ему спасибо. Есть у нас такие люди, к которым мы обращаемся. Действительно, он не прошел мимо. Он увидел маленького мальчика. На вид ему 4-4,5 года, без верхней одежды. Он стоял на железнодорожных путях. Представляете, район Толевой. Это постоянно проходят грузовые поезда, это идет формирование составов и проходят электрички. Мальчишка маленький. Он, разинов рот, смотрел вокруг, смотрел на все. Но, понимаете, это безалаберность родителей. Когда стали выяснять, прошли с мальчиком, взяли за руку, но посадили в машину, поскольку было холодно, у него были сапожки на бусу ногу, одеты штанишки короткие. То есть совершенно не по сезону. Мальчик по-русски не говорил. Мы предположили, что это или таджик, или узбек мальчишка. Через два часа маму мы нашли. Мама в рыданиях, в слезах. Ну, любая мама, какой бы мы национальности ни были, кровь у всех одинаковая, маму везде одинаково называется, маму все любят. Как он бросился к маме, оказалось, что мама совершила такую вот, ну, я считаю, скажем, какую-то халатность. Она на 10-летнюю девчонку оставила троих детей, а сама ушла по делам. Отсутствовала она, мы так поняли, что это около трех часов. Представьте, за три часа, что веселая компания детей могла натворить дома. Мальчик просто собрался и ушел. Живут, кстати, они не рядом с железной дорогой, а, скажем так, на Атшибе. Это он большое расстояние прошел, и вот пришел, ему стало интересно. Вы понимаете, если бы не этот мужчина, мальчишка бы действительно погиб. Он просто спас этому мальчишке жизнь. То есть начинаем разговаривать, ой, я больше так не буду, раньше я оставляла, и ничего страшного. Уважаемые родители, я хочу к вам обратиться. Сколько у нас трагедий, у нас все трагедии из-за взрослой безалаберности. У нас были, когда дети маленькие, полуторагодовал, восьмимесячный ребенок погиб, выполз из калитки, где дача, и попал под поезд. Понимаете, все зависит от вас. Если ваш ребенок, маленький ребенок с вами, да даже если большой ребенок, 16, 17, 18, он тоже ребенок, вы должны быть начеку, вы должны делать так, чтобы он был, ребенок у вас на глазах, чтобы периодически вы видели его, чем он занят, и лучше займите его вместе с собой. Да, вот эта женщина пришла с братом, он строго в азиатских традициях сказал, что теперь дети будут только или с ней, будут хоть, или с его женой. Но можно было раньше договориться. Вы понимаете, до трагедии здесь ни шаг, ни полшага, а вот ниточка какая-то оставалась. И мальчишка, маленький мальчишка, 4,5 лет, он бы погиб. Кроме того, да, хочу сказать, всю неделю мы в преддверии весенних каникул рейдуем. Буквально вот три дня назад вам, мальчишке, 10-12 лет, после уроков, пешком по железной дороге, от площади Кирова, пришли вообще туда с Металлурга, пришли на станцию Безымянка. Мальчики, зачем вы пришли гулять, играть? То есть они бегали по железной дороге, подкидывали камушки, носились, ничего не видели. Ну, дети играли. Дети есть дети. Они имеют такое свойство заиграться и ничего не видеть и не слышать. Вызываем родителей. Говорим так и так. Вы понимаете, что могла бы произойти трагедия. Они бы поезда не услышали и не увидели. И никого взрослых бы не было, кто бы их откликнул, а кликнул и за руку бы увел. Показали им видео, которое снимают железнодорожники. И они увидели, как дети себя там вели и что могло произойти. Да, здесь они уже, сейчас песня с них сошла. Они поняли масштаб трагедии. И, ну, тем более, что дети нам рассказали, что приходят они не первый раз на железную дорогу. Им здесь очень нравится. И что они регулярно посещают ее. Уважаемые родители, скоро весенние каникулы. Вы не всегда можете уследить за детьми, потому что они у вас дома одни будут. Поэтому проведите беседы, сходите в школу. Сейчас мы направили и в Министерство образования, и в Департамент образования. То есть это для всей Самарской губернии хорошие видеоматериалы. Это для просмотра, скажем так, семейного. Всего 47 у нас там видеосюжетов. Там есть и мультфильмы для маленьких. И небольшие фильмы именно для семейного просмотра родителей с детьми среднего возраста, школьного. Есть и для взрослых детей. Там даже есть сюжет, который сами дети сняли. Восьмой Б со станции Задельной. Молодцы, ребята. Вот они сняли такой фильм, как себя нельзя вести на объектах железнодорожного транспорта. Согласитесь, детям всегда будет интересно посмотреть фильм, который сами же дети сняли для них. Уважаемые родители, безопасность наших детей в наших руках. И родителей, и просто пешеходов, просто прохожих. То есть, уважайте, вот безопасность детей, вот забота о безопасности, это тоже есть форма проявления любви к детям. Да. Часто мы говорим об ответственности взрослых за детей, но как вы относитесь к тем случаям, когда сами дети начинают спасать, помогать тем, кто находится в опасности? Насколько это чревато для самих спасателей? И как ведется работа с детьми? Им говорят, что нужно спасать, можно спасать, или все-таки нужно ограждать своих детей от таких вот подвигов? Потому что не знаешь, чем обернется. Вы понимаете, вообще спасением на водах, где-то там еще в чрезвычайной ситуации, это дело профессионалов. Согласитесь, должен заниматься профессиональный человек. Но у нас может всякое произойти. В Тольятти пришли мальчишки, да вот пример, не буду далеко ходить, на прошлый день, в праздники, это буквально в праздники, два раза в Тольятти, в Комсомольском районе детей снимали практически с Альдин. Что я хочу сказать? И беседуем, и говорим, и поставляем протоколы, и наказываем. Но юные папанинцы, они все равно идут, им интересно, им не хватает экстрима. То ли у них досуг не занят, то ли что-то, ну вот прям манят, вот надо прыгнуть туда. И прыгнуть так посильнее, чтобы лед затрещал, а еще лучше, чтобы он лопнул. Вот это прям вообще. Понимаете, в такой ситуации, да, там ребенок руку подаст, вытащит, но опять же, наша задача сейчас говорить не о том, что о таком героизме, а о таком, что вообще-то этих ситуаций-то не было. Главное, чтобы их не было, этих ситуаций. Да, я понимаю, что взрослый мужчина там в присутствии ребенка спасет кого-то. Да, это такой пример незабываемый. Но ребенок, у него сил-то мало. Он лучше, чтобы он сразу звонил на телефон 112 и звал взрослых на помощь. Учить детей, чтобы у нас была трагедия не такая вот всеобъемлющая, когда несколько человек погибнет, а чтобы друг спал из друга. Он позвал на помощь взрослых, он позвал на помощь профессионалов. Ну, согласитесь, это будет верное решение. И дети на железном, вот как сегодня я говорил про мужчину, он спас ребенка, да, он своими действиями спас. Он не полез куда-то там что-то, он взял ребенка за руку, отвел в сторону и позвонил полиции. Вот его миссия на этом окончена. Он совершил действительно благородный поступок. Ну, а дети, у нас часто вот эти благородные поступки совершаются не из-за такого благородства, а из-за того, что уже попали в такую ситуацию, аховую, что, ну... По-другому никак не лезет. По-другому никак, или жизнь, или пан, или пропал. И вот самое главное, чтобы не было. Вот этому детей наших надо учить. Вы сказали уже про весенний паводок. Какие места сегодня такие очень опасные, на которые вы хотите обратить внимание? И что делать, вот когда вдоль Волги гуляет очень много сегодня людей, и в том числе детей? Вот если увидишь, что ребенок все-таки туда... Самое главное, ребенок не должен находиться один в таких местах опасных. У нас есть бабушки, дедушки, дяди, тети, старшие братья, сестры уже взрослые. Да, ребенок должен совершать такие вот прогулки. Они нужны, эти прогулки. Ну, во-первых, это для здоровья. Ну, по набережной ездят, там вот, да. Да, а спускаются к Волге. А спускаются к Волге очень аккуратно. Лед еще у кромки лежит. Ну, я вот и говорил, что нам обязательно надо прыгнуть туда, чтобы вот со звоном, всплески, чтобы были. То есть вот у детей, я всегда это говорю, у них психология такова, что чем вот вызывающий мой поступок, тем круче я в глазах окружающих. Ну, следить надо за детьми, объяснять, надо говорить. Надо даже взять вот эти вот фильмы, которые мы говорим на сайте сейчас, Министерство образования и Департамент образования, сесть и все вместе посмотреть и обсудить это. И объясните ребенку, там, сынок или дочка, ты понимаешь, какая это будет трагедия, если, не дай бог, тебя не станет. Ты представляешь, что произойдет с нами. Но самое страшное, что идут взрослые еще на лед, и дети это видят, и идут следом за ними. И показывают им пример, да. Мало того, так еще за руку ведут. Вот были же у нас случаи, когда мы из-под поезда вынимали мам или папа с детьми. Вот неохота обойти, неохота подняться на мост. Берут ребенка за руку, ребенок орет дуром, потому что боится. А мы лезем под составом, потому что так быстрее. Был у нас такие случаи, когда буквально выхватывались под составы детей. Почему? Потому что пришла мама и говорит, ну что же ты, сыночка, от полиции-то не убежал. Ты же у меня спортсмен. Да. Вы сказали, что сейчас проводится очень много рейдов. А проводятся ли акции, может быть, всероссийского масштаба, по области, в городе? Да, у нас операция «Дети и транспорт», прямо вот накануне будет она проходить у нас. Почему именно «Дети и транспорт»? Потому что это опасные места, и сейчас мы ходим, обследуем эти места. В основном какие? Те, которые находятся вблизи учебных заведений. Мы очень много говорим о школьниках. Мы и в спектакли ездим, интерактивные показы, и разговариваем, и фильмы, и мультфильмы. Но у нас есть еще одна категория детей, не менее опасный возраст. Это студенты колледжей, техникумов. Это дети 16-17 лет. Это дети. Но, что я хочу сказать, это дети, которые передвигаются к месту учебы и домой, в основном электротранспортом, электричками. И опять же, мы передвигаемся как компанией. И опять же, чем громче мой поступок и неадекватнее, тем круче я в глазах товарищей. Это надо обязательно спрыгнуть с платформы. Вот та же платформа мирная, та же платформа киркомбинат, платформа школьная. Это спрыгнуть и понестись. Какие деньги с железнодорожниками тратятся? Замечательные переходы, вот со змейками, с этими, чтобы не несся. И световая, и звуковая подача сигналов нет. Мы ничего не слышим. Они реально не слышат, потому что у них веселье, они несутся. У них вот глаза вот на мех широко открыты и несутся. И не понимают, что это секунда, и нет его больше. И больше никогда ничего не будет. Вот до них это не доходит. Они почему-то считают, дети, опять же, это особенность их психологии, с кем угодно, но не со мной это может произойти. И вот, понимаете, вот сейчас с колледжами работаем, с техникумами. Вот в рейд 7, 8, а то и 10 протоколов. То есть попадаются по второму разу у нас даже студенты. Спрашивают, почему? Ну все же так делают. Ну мне же быстрее надо было. Ну как же быстрее? У тебя времени достаточно. У тебя еще 20 минут до занятий. У тебя до техникума идти 5 минут. Ну неужели нельзя, как положено, по переходу пройти, чтобы, ну, не было ни к тебе претензий. Ни мама, ни твоя с папой не переживали, ни ты, ни мы. Начинаем звонить родителям. Мы обязательно родителям звоним, потому что протокол мы с столием обязаны поставить их в известность. Родители, ну как, в основном правильная реакция. Как? Опять? То есть они нас уже звонят. Опять он сказал, да. Вы извините, он больше не пойдет там. Никогда. Сегодня будет отцом проведена беседа. Уж какая там беседа? Ну, главное, чтобы результат был, потому что это опасно для жизни. Согласитесь. И опять же, вот что я хочу сказать. Вот мы к этому опять возвращаемся. Идут учащиеся, мы их задерживаем. Они говорят, а почему вон те дядьки и тетки идут, вы их не задерживаете? Мы работаем с несовершеннолетними. Взрослым мы делаем замечания, поговорим. Вы знаете, вот на вас дети, студенты смотрят. Ну, кто-то отвернется, кто-то ухмыльнется, кто-то глаза потупит. Ну, у нас должно быть общество, которое соблюдает закон, соблюдает порядок, определенный порядок. Поэтому, ну, каждый должен начать с себя, каждый взрослый. Потому что у всех есть дети. И ребенок возьмет пример именно со своих родителей. Вы уже коснулись психологических аспектов молодых людей, подростков, детей. А как выстроена вот эта работа, где можно получить бесплатную психологическую помощь? Вот в каких организациях, заведениях? Куда можно обратиться? Во-первых, сейчас в школах во всех есть психологи. Но если недостаточно квалификации школьного, допустим, психолога, или не хотят там, ну, всякое бывает, ссоры за сбывальность или как. У нас в каждом центре семья есть своя психологическая служба. Там работают профессионалы. Профессионалы в каком смысле? Они работают и с теми детьми, у которых, ну, скажем так, не совсем адекватное поведение. Не так, которые немножко на жизнь смотрят. Есть с детьми, которые немножко отстают в развитии. То есть с каждой категорией отдельно работают. И я знаю, что вот сейчас в летние каникулы во всех этих центрах создаются группы специальные. Я почему знаю, мы с ними тоже работаем, мы к ним приходим в гости. В каком плане в гости? Мы к ним приходим рассказать о правилах поведения, о безопасности, об ответственности. Просто поболтать с ними. Они же любят вопросы позадавать. А вот что мне будет, если я вот так поступлю? А вот о маме моей? Ну, просто поговорить. Я считаю, что это полезно. Пообщаться. Он, может быть, как-то хочет серьезно поговорить. А, ну, нет у него возможности. Ну, хотя бы в такой форме. А потом они заинтересованы и начинают такой серьезный уже разговор идти. Это сначала хи-хи-ха-ха. А потом-то, вы знаете, вопросы такие очень глубинные. И иногда потом даже подходят и, скажем так, довольно-таки личные вопросы задают. И его берешь за руку, берешь к психологу и говоришь, вот давайте мы ему поможем. Ребенок вот не раскрывается, а вот мне вот он задал такие вопросы. То есть в этом случае все меры хороши. Пусть они мне расскажут. Или там расскажут воспитателю этой группы. Или психологу. Но ребенок должен раскрыться. То есть должны узнать, что же у него в душе творится. Потому что, может быть, и все это напускное. Его хамство, безобразие, какое-то безразличие. А в душе-то совершенно незащищенный. Это действительно ребенок. Он еще маленький. И у него такие проблемы, ему кажутся. Может быть, стоит поработать, а они и выеденного яйца не стоят, эти проблемы. Что можно все скорректировать. Поэтому я считаю, что вот там работают профессионалы. И с ними можно общаться. Действительно, я сталкивалась. Каждый раз мы говорим о перевозках детей, о требованиях и так далее. В связи с тем, что такая обстановка сложилась с вирусами, с коронавирусом. Вот эти перевозки, они будут как-то, может быть, какие-то дополнительные меры принимать? Ну, меры, конечно, принимают. До всегда меры принимают, ну, прямо-таки, скажем, экстремальные. Когда дети едут и обеззараживают, и чистят, и моют. Ну, я хочу сказать, что с этим должны работать специалисты. И специалисты, я так думаю, не выпустят ни один состав, не обработав. И ни один состав, если будет хоть какая-то там угроза. Но я считаю, что пока до летних перевозок еще есть время, ну, естественно, сейчас будет решаться этот вопрос, я так думаю. Что перевозки будут, и безопасность наших детей будет на высшем уровне. Я вот так считаю, потому что я знаю, как готовятся все поезда, и как готовятся специалисты для детских перевозок. Ну, мало ли что, мало ли как сложится. Но я так думаю, что летний отдых у детей состоится в любом случае. Если говорить в целом о безопасности детей в современном мире, вот какие бы из них вы сегодня могли бы озвучить? Вот на что обращать внимание? Не только вот такие вот физические, да, где может травмироваться, там еще что-то, а вот в целом. В целом, понимаете, самая главная опасность, вот которая подстерегает детей, это их, ну, как скажем, недолюбленность, незащищенность. Родители не умеют общаться с детьми. Они не знают их душу, они не знают их мир, они не знают их товарищей. Но я вот всегда родителям говорю, да пусть лучше дома там бардак какой-то, но пришли друзья, и вы увидели этих друзей, вы увидели, как они общаются, с чем. То есть у нас нет родителей, вот такого общения ребенок-родитель. Пусть они там не намыты полы или не поглажены белье, возьмите за руку, выйдите вечером, погуляйте с ним по той же набережной, поговорите. И вы откроете для себя такие новости в отношении вашего ребенка. То есть я считаю, что это недостаток общения, именно живого общения. Потому что то, что дети сидят в телефонах и там шлют друг другу СМСки, это совершенно не то общение, совершенно не то. Я видела детей, которые вот, скажем так, страдают из-за недостатка общения. Вот они у нас, бегунки сидят. Они считают себя никому не нужными. А когда вот раскрываешь глаза, и мама-то прибежала, и папа, и папа жил в оке, и слезы в глазах, и мама в голос плачет. И вот, знаете, даже не знаешь, как помочь им. Вот действительно нужна помощь психолога. То, что просто недосказанность между ними, между родителями. Вот это, я считаю, вот это бич нашего времени. Да, и вы попали в точку, потому что вот я выписала как раз вот эти пункты по проблемам детей в современном мире. Это доверие между членами семьи на первом месте стоит. И потом уже нужно приучить ребенка к тому, что нужно спрашивать разрешения, учить правильно детей общаться со взрослыми, не запугивать, не обманывать. Да, да, да. Быть в постоянной доступности для ребенка с помощью телефона или как-то. И учить ребенка знать свои координаты, имя, фамилию, адрес, и умение говорить «нет». Вот на умение говорить «нет» тоже хотела... Да, вот «нет» – это самое главное. Вот обратите внимание, как учить этому. И в каких случаях вот ребенок должен говорить «нет». Да, опять же, это личный пример, личная беседа. Поговорить с ребенком, да даже, опять же, посмотреть наши ролики. Там есть у нас правила «трех нет». Когда не садись в машину с чужим человеком, не открывай дверь чужому человеку, не разговаривай с чужим человеком. И об этом постоянно напоминать. И даже самому так себя вести, чтобы ребенок видел, что вы с незнакомцами, вот мама, допустим, не общается, и его в обиду не даст, и никаких там нюансов не произойдет. Ребенок это точно должен знать. То есть постоянно об этом не вот назидательно так, как вот мама любит, а именно вот от души, чтобы это шло. Именно вот в примере, именно где-то в просмотре какого-то фильма или вот ролика, да, поговорить об этом. А ты знаешь, и не стесняться, ты знаешь, что может произойти. Да, да, да. И вот рассказать об этом действительно реально. И с ним, если даже вот скажу так, вы будете в выигрыше, если друзья ваших детей будут тянуться к вам в дом. Я повторяю, пусть там будет бардачно, пусть съедят все вкусности, но они все вместе, и с ними совместно вместе поговорить. Вы будете знать, кто у них в большем авторитете в этой группе, как у них роли распределены, какое место в коллективе ваш ребенок занимает. И вы же от этого можете отталкиваться, даже посмотреть, как это корректировать. Но ни в коем случае там неназидательно вот бубнить себе подосы. А нет, жить их интересами. Да просто взять их всех вместе и съездить с ними на пляж. Взять всех вместе и пригласить к себе на дачу. Скажите, ребята, вот нам надо вскопать. Давайте вскопаем, а потом шашлыки будем все вместе. Побеседуем, побеседуем, песни споем, музыку послушаем. Вы знаете, дети пойдут. Это что-то новенькое, не то, что сидеть в телефоне. Да, да, да. И вот еще важное замечание – не запугивать детей и не обманывать. Да, не запугивать, чтобы он тянулся, чтобы ребенок знал, что мама и папа – это те люди, которые защитят. Вот я своего сына, честно, всегда приучала, что твой законный представитель – это родители. Никаких бесед, никаких там, допустим, что-то там, действий в отношении тебя без участия родителей не должно происходить. И ты не должен свидетельствовать против себя, против своих родителей, против своих родственников. То есть мы, законные представители, все делается только в нашем присутствии до твоих 18 лет. Он меня это четко знал. Да. Ну, обеспечение безопасности – это работа коллегиальная. Да. Много сразу и ведомств, и служб в нем участвуют. Как вы выстраиваете вот эту работу, чтобы не было вот где-то таких вот ниш незаполнилых? Ну, во-первых, у нас уже настолько мы взаимодействие, вот и с Министерством образования, повторяю, с Департаментом образования, Минсоцразвития, то же самое. Вот даже Министерство культуры, вот уже несколько лет подряд у нас, я что хочу сказать, есть кинотеатры государственные, именно где специализируются на детских сеансах в дневное время. И вот сейчас мы, Министерство образования, в очередной раз направили обновленную фонотеку, фильмотеку. То есть то, что перед сеансами родителям и детям будут показывать в холле, когда они ожидают начала. Это, я считаю, тоже интересно. Почему? Потому что привлекает внимание. И где это раздобыть потом, родители интересуются и говорят. То есть это действительно семейный просмотр. Почему бы нет? Вот пришли вечером посмотреть фильм. Ага, а тут такая проблема. Если ребенка заинтересовал, он 100 вопросов родителям задаст. Где, почему и как. Есть еще у нас служба, уполномоченная по делам защиты прав ребенка. Да, 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 да. Мы обращаемся сейчас туда. И когда вы сталкиваетесь с тем, что ребенка нужно защитить от кого и как, и в каких случаях, и куда обращаться, вот если стал свидетелем того, что вот ребенка как-то угнетают, обижают. Обижают, угнетают. Это и классный руководитель, это и соседи, это просто жители подъезда или двора, которые видят детское неблагополучие. Оно же сразу видно, что с ребенком что-то происходит. Шум в квартире, крик, гам, плач детский. И, конечно, надо всегда реагировать. Почему? Потому что ребенок сам себя защитить не может. И всегда вот такая особенность у ребенка. Как бы его мама с папой не обижали, все равно они хорошие. И ребенок или нет, скажет, что они пьют. Нет, они иногда в праздники. А вообще мама болеет. Лежит она пьяной спит, эта мама болеет. Он никогда не сдаст своих родителей. Ему всегда их будет жалко. Даже вот его отправить в приют, допустим, у ребенка, да, там и отмоют, и накормят, и развлекают. А все равно он будет плакать и вспоминать маму. Какая бы она ни была, каждому ребенку нужна мама. И он забудет про обиды, он забудет про пьяные ссоры, про пьяные крики. Он будет вспоминать свою маму. Поэтому детское неблагополучие надо вовремя, всегда. Ну, каждому гражданину, кто себя считает, действительно гражданином, он должен о детском неблагополучии увидеть, он должен сообщить. Это и отделы семьи, это и школу можно сообщить, это в полицию, это в прокуратуру, да куда угодно можно сообщить, вот во все ведомства. И я гарантию даю, что нигде просто так на самотек это не пустится. Потому что были у нас случаи, и заставали пьяных родителей, избитых детей, изымали, просто изымали и увозили, ставили органы опеки в известность и совместно увозили детей. Потому что опасно было ребенка оставлять. Был у нас другой случай, трехлетнюю мальчишку нашли на рельсах, тоже так же, изъяли всех детей и увезли. Почему? Потому что пьяная мама с пьяными друзьями гуляли, праздновали освобождение мамы из тюрьмы. Ну, как вот так? Или приходит папа, ну, с глубочайшего похмелья, говорит, вы знаете, у меня дочка пропала, вот только что около меня бегала. Вот прям пять минут и бах, и нет ее. Они неделю обмывали, скажем так, обмывали рождение нового ребенка, а мы неделю сбили с ног, разыскивая родителей этой девочки, и по телевидению показывали, и по радио объявляли, и фотографии. А мамы с папой ровно через неделю очухали, что ребенка-то нет рядышком. То есть, вы понимаете, неблагополучие, оно начинается, ну, с мелочи. Может быть, даже если вы вовремя обратитесь, вовремя укажете на эту семью, специалисты поработают, и ребенок останется в семье, какую-то коррекцию проведут. Может, даже у нас вот такой случай был, я вот хочу поделиться. В Запанском жила семья, трое, три ребенка, и девочки все, понимаете, погодки. Допустим, четыре, три и два годика. Мама, там маленькая комнатка, ну, условий никаких. То есть, стоит диван, на котором ни белья, ни подушек, ни матрасов нет, вонь, грязь. И вот эти девочки, вот ее берешь на арку, она прям ластится к тебе, прям прижимается. И вы знаете, изъяли детей, увезли, потому что, ну, невозможно, там было страшно. И вы знаете, представляете, муж, как бы он ни пил, он взял... Опомнился. Он опомнился, он взял в руки свою жену, он сказал, да что же мы творим? И, вы знаете, через год им вернули детей. Они сделали ремонт, они устроились на работу, они сами человеческий облик приняли, и они детей вернули. Вернули детей. Вот действительно, вот такой случай был реальный, это вот я была свидетелем. То есть, насколько его потрясло, то, что вот его трех девочек забрали у него. Конечно. Показалось бы, ну, а социальные элементы? Нет. Мужчина первый начал вот такую. И правила личной безопасности ребенка. Взрослые понимают, вот сюда можно, здесь нельзя. Какие-то вот правила сформированы, сформулированы. Для ребенка как сформулировать их, как рассказать? Проще, доступнее? Понятно, что пример, и все-таки, вот как вот сказать? Вот, допустим, живут люди, я буду говорить о своем, о железнодорожном наболевшем, и речном транспорте. Возьмите ребенка за руку, возьмите его, вот перед первым сентября, вот сейчас, когда тепло стало, и пройдите с ним весь путь. И объясняю, почему вы идете здесь, а не лезете куда-то там в опасное место. Объясняю. Вот зеленый сигнал светофора. Мы пойдем только на зеленый. Знаешь, почему? Вот часто видишь такую картину, часто. Да, то есть ведешь за руку и объясняешь. И делаешь сам. И даже можно сделать замечание тем детям или взрослым, которые несутся, и сказать, вот ты понимаешь, что это может произойти несчастный случай. И представляешь, вот они не смогут прийти домой. То есть обговаривая все. Какие-то, я повторяю еще раз, семейные просмотры. Вот на дачу поет, на электричках, объяснить бабушкам и дедушкам, что у вас главное не лопата и ведро в руках, а ребенок должен за руку идти. Потому что бывают такие случаи, что у нас бабушка с своими ведрами в электричку-то села, а пятилетнего ребенка забыла на платформе. Ну, ее тоже понять можно старенькой уже, на другую. Значит, родителям надо не отпускать с этой бабушкой, а с ней провести беседу. У вас за руку должен быть ребенок идти. И такие реально были случаи? Да, конечно, бывают случаи бабушки. Они же бегут, дача это прям вот святое. И идут по платформе. Бабушка с ведром где-то впереди бежит, ребенок плетется сзади со своим рюкзачком. То есть ребенок должен быть идти за руку. И дальше во все школьные лагеря мы пойдем. В обязательном порядке. Мы еще раз направим для всех лагерей в фильмотеку. И по возможности мы съездим во все лагеря, что у нас лагеря отдыха вдоль железной дороги, там проведем беседу. И будем в школьные лагеря однозначно ходить. Но и вот эти вот группы для детей с девиантным поведением, которые будут в центрах семья, мы и туда в обязательном порядке пойдем. И про железную дорогу, и не только об этом будем рассказывать, вообще о безопасности. То есть железная дорога, это, скажем, одно из звеней нашей безопасности. Вообще с детьми поговорить, разговорить, чтобы душа открылась, развернулась и свернулась. То есть чтобы дети нам доверяли. Чтобы добиться того, что если случилось что-то, ты обратись сразу к кому? К человеку в погонах. Не надо бояться. Человек в погонах – это твой защитник и твой спаситель. Вот честно. Потому что, ну, много было случаев, когда дети к нам бегут и рассказывают, вот что произошло. Приходили к нам и папа, и мамы там побили, искали, как говорится, у нас спасение, знали, где мы находимся на вокзале. Поэтому, чтобы было доверие к человеку в форме. Да. И положительные отношения. Спасибо за эти советы, за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова